Слава Господу! Я извиняюсь, такое неординарное служение у вас. Для молодожен хочу немножечко засвидетельствовать из личного опыта своей жизни. Когда мы были молодыми, у нас тоже рождались детки, и Бог нам дал девять детей. И я очень в молодости любила служение посещать, как бы не пропускала никогда, как дети появились, не всегда получается. И вы знаете, я заключила с Богом такой завет. Мне такая мысль пришла, я сказала Богу, Господи, если ты дашь спокойствие моим детям, я никогда не пропущу служение. И вы знаете, Бог исполнил мое желание, и теперь мне очень легко моих детей наставлять. Я им, особенно своим дочерям, я говорю, вы знаете, у меня дети не рождались взрослыми. Идите в служение с детьми, какие у вас есть, не сидите дома. Это к вашей теме, вашего служения. Иакова, первая глава, 25 стих, говорит, «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи неслышателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Когда приходим мы к Иисусу с раскаянием, Спаситель сам дает нам в руки книгу книг. Читайте Библию, исследуйте Писание, чтоб голос Божий в глубину души проник. Читайте Библию от самого начала до строк последних, ничего не пропустив. Не допускайте дня, чтоб Библия молчала. Запоминайте полюбившийся в ней стих. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, любимыми для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Оно поможет вам, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Читайте Библию. Ее святые строчки помогут вам идти и в самый трудный час, когда вам тяжело, когда вы одинокие, защитой будут вам библейские слова. Читайте Библию. Когда из глаз рекою польются слезы вдруг и вздрогнет мир души. Читайте Библию. Она вас успокоит, и мир мучительных страданий заглушит. Читайте Библию. Как в зеркале небесном, себя увидите вы без прикрас. Вас словом будет очищать Отец Небесный и совершенство Духа Своего вам даст. Читайте Библию. Не расставайтесь с нею. Она всегда душе уставшей даст приют. Читайте с трепетом, склонив свои колени, пусть никогда глаза читать не устают. Читайте Библию. И дьявольские стрелы погаснут в воздухе, не долетев до вас. И чтоб во злобе враг вам для души не делал, защитой будут вам библейские слова. Читайте Библию. И сладость слов Господних вам драгоценней станет прелести земных. И если мало вы прочли вчера, сегодня, намного более прочтите строк живых. Читайте Библию. Священные страницы. Читайте так, как всякий алчущий ес хлеб, как всякий жаждущий спешит к ручью напиться. Такой, другой. Нет больше книги на земле. Читайте Библию. Она приблизит к Богу. И вера ваша будет скоро возрастать. Чтоб волю Божью понимать, читайте много. Через Слово Божие вкушайте благодать. Читайте Библию. Чтоб вам не заблудиться. Чтоб вас никто не смог от Господа отвлечь. Чтоб вам хождению по духу научиться. Читайте Библию. Святого Бога. Речь. Аминь. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok